Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Очень хочется поделиться и услышать совет. Я собираюсь выйти за ночь за человека, с которым уже 8 лет вместе. У него есть родные брат и сестра, брат женат, живет далеко. Поначалу семья жениха не воспринимала невесту брата жениха. Скорее всего из-за религии. Но брат очень сильно обижался и сейчас и наладилось. Только теперь, как я думаю, на второй план и последнее место ушла я. Как будто превращала эта девушка их семью. Будущая свекровь без конца вставляет ее имя. Постоянно не говорит, только она хорошо одевается. Та все время с ней на связи, телефонный разговор и шопинг. Мне звонят и пишут, если только что-то надо. Сестра сначала узнает, как дела узнать и отправит ей все подарки. И без конца переписывается. Мне что останется? При этом мой жених поддерживает в сторону семьи. Пытается выставить меня глупой. Как бы я все накручиваю. Недавно его мама купила духи. Меня от них выворачивало. Я спокойно поговорила с парнями, с его мамой, на что благополучно получила ответ, что на вкус и цвет друга нет. И она продолжит ими пользоваться. Как будто нарочно поехала и купила еще такие же. Мы с их знакомой, с женой брата моего жениха, нормальных, но на темных отношениях. Ощущения кто кого, хотя мне и доказывать нечего. Никому. Но меня всячески хотят обогнать и пить лучше. А парня поддержки нет. Поддержки нет. Скоро свадьба, а я не знаю, что делать. Устала. Силма их больше нет. Ну, я понимаю, что вам тяжело. Я понимаю, что вы находитесь, ну, своего рода, под таким, получается, как бы давлением. Вот. Но на мой взгляд, ситуация здесь в том, что вы как будто бы сами в первую очередь пытаетесь как бы заслужить, получить обобрение родных своего мужа. То есть вообще глобальная ситуация заключается как бы в том, что вы же отношения строите в первую очередь с мужем. И жить вам в первую очередь тоже с мужем. А почему тогда вас так волнуют родственники? Как бы есть ощущение, что вы устраиваете отношения со всей семьей своего мужа. Даже с теми представителями, которые по факту вообще являются для вас чужими. Ну, что, то есть, это вопрос того, что вы хотите, чтобы семья мужа вас любила, относилась к вам как бы так, как хотите вы. А вы сами озвучиваете то, что вы отошли на задний план и последнее место. Вы воспринимаете это так? На мой взгляд, как я это воспринимаю, воспринимаю это так, что, ну, действительно, семья может кому-то симпатизировать больше, кому-то симпатизировать меньше. Это нормально абсолютно, и я не вижу здесь что-то такого аномального и криминального, кроме только вашего восприятия. То есть, если вы воспринимаете это так, болезненно, если для вас это болезненно, то первое, что нужно сделать, это спросить себя, с кем и для чего я выстраиваю отношения. Так? То есть, если вы выстраиваете отношения для того, чтобы интегрироваться в семью, то это одно вам нужно здесь признать, что муж будущий для вас не на первом месте. Как бы он вас интересует и волнует не так сильно, и не так он для вас, в принципе, ваш. Да? Не так он для вас имеет значение, как, например, семья его мужа. Вот, и в таком случае имеет смысл активизировать свои усилия по, ну, повышению интереса для семей. Только что, что это будет тогда у вас, за семья, с вашим парнем не совсем понятно. Вот. То есть, какого рода это будет отношение. А если вы как-то вот чувствуете себя задетой, если вы чувствуете себя, ну, как, отвергнутой и так далее, то здесь вопрос о страхе. Страхе быть отвергнутой, страхе остаться одной, вероятно, и потребности в любви, что отсылает нас к тому, что вы в себе что-то не принимаете. Вот, то есть, вы считаете себя, вот, ну, если не плохой, да, то вот что-то у вас не так, что-то с вами не так, по вашему ощущению. Это нужно выяснять. То есть, понимаете, как бы у вас здесь, во-первых, распиляются ценности, распиляются приоритеты, с одной стороны, да, то есть что, для чего, вот. А с другой стороны, вы, ну, вполне естественно, для большой семьи, да, реакцию, какой-то выбор, реагируете достаточно болезненно, что обусловлено вашими личными конфликтами, противоречиями уже внутри себя. Ну, вот, и, соответственно, здесь нужен не совет, здесь нужна работа, психотерапия, чтобы разобраться в том, как, что это за противоречие, что вас вызывает, что болит, и дальше это подкорректировать. Вот. Вот вы говорите, что от парня поддержки нет, а в чем должна быть поддержка парня? Опять же, если ситуация выглядит так, что парень постоянно повторяет ее имя, например, да, это может быть проблемой. Это может быть проблемой, и здесь вам необходимо учиться доверять себе. То есть, в отношениях много, много-много таких нюансов, которые не являются чем-то плохим, не являются, там, прямой обидой, оскорблением, унижением, изменой, там, какими-то неприемлемыми действиями и прочим. В отношениях очень много таких вещей, но, если вы чувствуете, что для вас что-то неприемлемо, да, то есть, ну, вот, например, для вас неприемлемо, если парень за день повторил имя жены своего брата, скажем, больше пяти раз. Что вы об этом говорите, в зависимости от того, насколько для вас это важно, вы как бы настаиваете уже на свое. Важно понимать только основания для настаивания, то есть, какие у меня основания. Пытаюсь ли я через эту, через такую модель поведения решить какую-то свою проблему или просто отстаиваю свои ценности. Вот здесь необходима очень высокая степень честности, которая поможет вам лучше себя понимать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Удачи вам. Всего самого доброго. Удачи вас. Удачи вас. Удачи вас. Удачи вас.